Молчалин скрывается в свою комнату. Выходит, Софья. Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи, Молчалин, и позови его, чтобы он пришел меня проведать. Ну, люди в здешней стороне. Она к нему, а он ко мне. А я, одна лишь я, любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу? В доме Фамусова готовятся к званому вечеру. Бесшумно двигаются лакеи, расставляют ломберные столы, снимают чехлы с мебели, зажигают в люстрах свечи. Первым приезжает Чацкой. Измученный холодностью и равнодушием Софьи, он решается объясниться с ней. Дождусь ее и вынужу признание. Кто, наконец, ей мил? Молчалин, скалозуб. Молчалин прежде был так глуп. Жалчайшее создание. Уж разве поумнел? А тот хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви. Играть ей в жмурки. А мне вы здесь. Я очень рад. Я этого желал. И очень не в попад. Конечно, не меня искали. Я не искала вас. Да знаться мне нельзя ли, хоть и не кстати нужды нет. Кого вы любите? Ах, Боже мой, весь свет. Кто более вам мил? Есть многие родные. Все более меня. Иные. И я чего хочу, когда все решено. Мне в петлю лезть, а ей смешно. Хотите ли знать истины два слова? Малейшее, в ком странность чуть видна. Веселость ваша не скромна. У вас в тот час уж острота готова. А сами вы... А сам? Не правда ли смешон? Да. Грозный взгляд и резкий тон. И этих вас особенностей без. А над собой гроза куда не бесполезна. Я странен. А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Молчален, например. Примеры мне не новые. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы. А я, чтоб не мешать, отсюда удалюсь. Постойте же, раз в жизни притворюсь. Оставимте мы эти прения. Перед молчаленым не прав я. Виноват. Быть может, он не то, что три года назад. Есть на земле такие превращения правлений, климатов и нравов и умов. Есть люди важные, слыли за дураков. Иной по армии, иной плохим поэтам, иной, боюсь назвать, но признана всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Пускай в молчалене ум бойкой, гений смелый. Но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, чтоб сердце каждое биение любовью ускорялось к вам, чтоб мыслим были всем и всем его делам душою вы вам угожденье. Сам это чувствую, сказать лишь не могу. Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, не пожелал бы я и личному врагу, а он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен, все такие нерезвы. Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы, чем голова его век не была набита. Быть может, качество ваших тьму, любуясь им, вы придали ему. Не грешен он ни в чем, вы в ост раз грешнее, нет, нет, пускай умен, час от часа умнее. Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтоб равнодушнее мне понести утрату, как человеку, который с вами взрос, как другу вашему, как брату. Мне дайте убедиться в том. Потом от сумасшествия могу я стеречься, пущу сподалее простыть, охолодеть, не думать о любви, но буду я уметь теряться по свету, забыться и развлечься. Вот нехоть и с ума свела. Что притворяться? Молчалин давичи мог без руки остаться. Я живо в нем участие приняла. А вы, случаясь на эту пору, не позаботились расчесть, что доброй можно быть ко всем и без разбор. Но, может, истина в догадках ваших есть? И горячо беру его я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержну на язык, в презрении к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет? Чего? Случись, кому назвать его? Городколкости и шуток ваших грянет. Шутить и век шутить. Как вас на это ставь? Ах, боже мой! Неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ними я скучаю. Напрасно, это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошлись короче с ним. Зачем же вы его так коротко узнали? Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке три года служит. Тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его безорожит. От доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог. Ничуть. От старичков не ступит за порог. Мы резым сахохочем. Он с ними. Целый день засядет, рад не рад играет. Целый день играет? Молчит, когда его бронят. Она его не уважает. Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор блестящ и скоро против, который свет ругает на повал, чтоб свет о нем хоть что-нибудь сказал. Да это-ка и ли ум семейства счастливец? Сатира или мораль? Смысл этого всего? Она не ставит в грош его? Чудеснейшего свойства он, наконец-то. Уступчив, скромен, тихо. В лице ни тени беспокойства. И на душе проступков никаких. Чужих и в кривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Шелит, она его не любит. Да кончить я вам пособлю, молчали на изображение. Но скалозуб, вот загляденье, за армию стоит горой и примиздною стана лицом и голосом герой. Не моего романа. Не вашего. Кто ж разгадает вас? Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Простите, надо бы найти мне поскорей. Куда? К прикмахеру. Бог с ним. Щипцы простым. Пускай себе. Нельзя. Ждем на вечер гостей. Бог с вами. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно, согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания о том, что невозвратно. Не засижусь. Войду всего минуты две. Потом подумайте, член англійського клуба. Я там дни целые пожертвую молве про ум Молчалина, про душу Скалозуба. Ах, Софья! неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало. Но чтоб иметь детей, кому ума не доставало? Услужлив, скромненькой, в лице румянец есть. Вот он, на цыпочках и небогат словами. Какою ворожбой сумел к ней в сердце влезть? Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали? По-прежнему-с. А прежде как живали? День за день, нынче, как вчера. К перу от карт и к картам от пера, и положенный час с приливом и отливом. По мере я трудов и сил с тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил. Взманили почести и знатность? Нет. Свой талант у всех. У вас? Два. Умеренность и аккуратность. Чудеснейшие два. И стоят наших всех. Вам не дали с чины по службе не успех? Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы. Какое уж диво тут. Жалели вас. Напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь с министрами про вашу связь. Потом разрыв. Ей почему забота? Татьяне Юрьевне? Я с ней не знаком. С Татьяной Юрьевной? С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная. Да это полно. Талис. Татьяна Юрьевна. Известная. Притом чиновная и должностная. Все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. На что же? Так. Частенько там мы покровительство находим. Где не метим. Я езжу к женщинам, да только не за этим. Как обходительно. Добра, мила, проста, балы дает. Нельзя богаче от Рождества и до поста, а летом праздники на даче. Ну, право, чтобы вам у нас в Москве служить и награждения брать и весело пожить. Когда в делах я от веселей прячусь, когда дурачиться, дурачусь. А смешивать двоите ремесла есть тьма искусников. Я не из их числа. Простите. Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич. Знаком он вам? Ну, что ж. При трех министрах был начальник отделения. Переведен суда. Хорош. Пустейший человек из самых бестолковых. Как можно? Слог его здесь ставят в образец. Читали вы? Я глупости не чтец, а пуще образцовых. Нет. Мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я. И по всему заметно. Не смею своего суждения произнести. Зачем же так секретно? В мои лета не должность медь свое суждение иметь. Помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только святые? Ведь надобно зависеть от других. Зачем же надобно? В чинах мы небольших. С такими чувствами, с такой душой любим обманщица смеялась надо мною. вечер. Длинная амфилада освещенных комнат ждет гостей. Суетятся слуги, заканчивая приготовление к приему. эй, филька, фомка, ну, ловчей, столы для карт, мел, щеток и свечей. Скажите, барышни скорее, Лизавета, Наталья Дмитриевна и с мужем, и к крыльцу еще подъехала карета. Быстро входит Наталья Дмитриевна, молодая дама в ярко-розовом наряде. Необыкновенно оживленная, она суетливо оглядывается по сторонам, замечает Чацкого. Не ошибаюсь ли, он точно по лицу. Ох, Александр Андреевич, вы ли? С сомнением смотрите от ног до головы. Неужто так меня три года изменили? Я полагала, вас далеко от Москвы. Давно ли? Нынче лишь. Надолго? Как случится. Однако, кто смотря на вас не подивится, полнее прежнего, похорошели страх, моложе вы, свежее стали, огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Я замуж. Давно бы вы сказали. Мой муж, прелестный муж. Вот он сейчас войдет, я познакомлю вас, хотите? Прошу. И, зная наперед, что вам понравится, взгляните и судите. Я верю, он вам муж. О, нет, не потому. Сам по себе, по нраву, по уму, Платон Михайлович мой единственный, бесценный. Теперь в отставке был военный и утверждает всех, кто только прежде знал, что с храбростью, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Вот мой Платон Михайлович. Баб, друг старый, мы давно знакомы, вот судьба. Здорово, Чацкий, брат. Платон любезный, славно, похвальный лист тебе, ведешь себя исправно. Как видишь, брат, московский житель и женат. Забыт шум лагерный, товарищи и братья спокойны и ленив. Нет, есть таки занятия. На флейте я твержу дуэт, амольный. Что твердил назад тому пять лет? Ну, постоянный вкус в мужьях всего дороже. Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. От скуки? Как уж ты ей платишь дань? Платон Михайлович, мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь. К учениям и смотрам, к манежу. Иногда скучает по утрам. А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным? В полк? Эскадрон дадут? Ты обер или штаб? Платон Михайлович, мой здоровьем очень слаб. Здоровьем слаб? Давно ли? Церематизм и головные боли. Движения боли. В деревню, в теплый край, будь чаще на коне, деревня летом рай. Платон Михайлович, город любит. Москву? За что в глуши он дни свои погу? Москву и город? Ты чудак, а помнишь прежнее? Да, брат, теперь не так. Ах, мой дружочек, здесь так свежо, что моченья ты распахнулся весь и расстегнул жилет. Теперь, брат, я не тот. Послушай, сырозочек, мой милый, застегнись скорее. Сейчас. Да, отойди подальше от дверей. Сквозной там ветер дует сзади. Теперь, брат, я не тот. Мой ангел, Богу ради от двери дальше отойди. Ах, матушка. Ну, бог тебя суди. Уж точно стал не тот в короткое ты время. Не в третьем ли году в конце в полку тебя я знал. Лишь утро ногу в стремя и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер дуй хоть спереди, хоть с тыла. Эх, братец, славное тогда житьё-то было. Медленно передвигая ноги, появляется дряхлый князь Тугоуховский. За ним княгиня и шесть княжон. Князь Пётр Ильич, княгиня, боже мой, княжа Зиньи, бим-бим. Какой фасон прекрасный. Какие складочки. Обшито фолбарой. Нет, если б били мой тир-ли-р-ли атласный. Какой шар кузан он мне подарил. Ах да, барежевый. Ах, пребе. Ах, как мило. Кто это в углу вошлим и поклонился? Приезжий Чацкой. Отставной? Да, путешествовал, недавно воротился. И холостой? Да, не живя на. Князь, князь, сюда, живее. Ах, к нам на вечер в четверг проси скорее Натальи Дмитриевны знакомого. Вон он. Вот тот, детки, ембал. А батюшка, таскайся на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Он камер-йонкер? Нет. Богат? О, нет. Князь, князь, назад. Князь. Князь.